Почти четверть участников опроса призналась, что обязательно сделают прививку от ковида при первой возможности. Самоболезнь их страшит больше, чем побочные от вакцины. Еще 5% респондентов примкнули к рядам «за». Правда, отметили, что привьются лишь импортные надежные вакцины. 15% проголосовавших уже успели сразиться с ковидом, и потому защита им уже не нужна. И все же большинство телезрителей, более 55% респондентов, ни за что не собираются прививаться от коронавируса, поскольку прививка не вселяет в них никакой уверенности в защите от до конца неизученной смертельной болезни. Честно говоря, я пока не буду ставить, потому что она еще все равно в сыром виде. Необработанные как бы побочные заболеваниями, как бы побочными не сказалось. Отношусь неоднозначно. Хочется понять, насколько это безопасно все-таки. Но с другой стороны, если обратить внимание на то, что мы все-таки все привитые и прививаемся от кори и от различных болезней других, да, и это спасает нас от эпидемии, то, возможно, в дальнейшем эта прививка тоже будет спасать. Отношение положительное. Да, конечно, прививаться нужно. Ну, наверное, надо обращать внимание на качество вакцины. Пока вопрос, пока думаю, пока в раздумьях еще. Потому что, ну, за много лет я все-таки надеялась на свой иммунитет. И сейчас как бы воздержусь. Пока воздержусь. Если будет такая возможность, наверное, поставлю. Но отношусь к этому пока скептически, потому что, в принципе, если правильные меры соблюдать, то, мне кажется, болезнь может пройти мимо. Ну, пока не могу точно сказать. Нет ответа пока на этот вопрос. Может быть, даже, скорее всего, нет, чем да. Если даже и поставишь, все равно вирусов много. Это не единственное во всем мире. Так что пока воздержусь.